Изображение той же самой ауры, оно присутствует во всех культурах и оно практически одинаково. У нас не получилось с этими вещами. В картинке вот изображение ауры православной традиции. Это в одном из киевских храмов, фреска, здесь присутствует первая, вторая, третья оболочка и энергетика головы. В общем-то точно такую же картину вы увидите на изображениях Будды, на изображениях каких-нибудь индийских или тибетских демонов и так далее. Это икона Скульских родовая, где тоже первая, вторая, ну и тут еще культуки. В общем-то картина везде одна этаж. Немного может меняться конфигурация головы, немного может меняться размер оболочки, но чаще всего именно голова меняется. Как бы первые три оболочки, они везде практически изображаются одинаково. Единственное что, когда вы смотрите картинки, вы должны понимать, что на многих картинках изображено все в схематическом виде. Как, к примеру, с теми же самыми чакрами. То есть у нас сейчас чакра – это значит тысячелепестковый лотос. Если я пришел на обучение и не увидел тысячелепестковый лотос над головой, значит это не чакра. Ну, дело в том, что лотос растет там, на Юве, далеко. У нашего человека лотос, у него совершенно другой понятия лотоса. Для него это выглядело бы как шишка, но выглядело бы как тот же самый брык. То есть это выглядело бы немножко иначе, именно как сравнение. Выглядело бы оно точно так, но для того, чтобы ассоциация была, для того, чтобы разъяснить для своего мозга, потому что мозгу обязательно нужно все уложить по полочкам. В общем-то, сейчас даже те, которые пришли уверенные и считающие, что они верят, что они знают, что они готовы, сейчас после первой, второй, мозг начнет точить сомнения и говорить, этого быть не может. Нас тут обманывают, этого сто процентов быть не может. В общем-то, я знаю, потому что я тоже через это пошел. На курсе моя задача сделать так, чтобы вы увидели первую, вторую, третью оболочку. Сделать так, чтобы вы увидели энергетику головы, энергетику чакр. Ну и так далее, в общем-то, смотреть буду нахочек. Ну что, начнем? Начнем сначала. Начнем мы с постановки глаз. Вот так. Для нас нам важно собрать глаза в кучу. Люсь, люсь. Я вдалеке плохо вижу. Да, назовка. Я вдалеке плохо вижу. Вблизи нам надо. Четыр и замок. Да, желательно снимать, особенно для упражнений. Делаем очень простое упражнение. Руки у всех есть? Пальцы у всех есть? Да. Большие пальцы у всех есть? Очень простое упражнение. Ставим руки перед собой, так, чтобы вы хорошо видели свои большие пальцы. Так, чтобы вы хорошо видели большие пальцы. Очень просто, да? Теперь упрощаем задачу. Ваша задача левым глазом смотреть на левый палец, правым глазом смотреть на правый палец. Расстояние до пальцев не имеет значения. Расстояние между руками тоже не имеет значения. Главное, чтобы вы видели левым левым, правым правым правым. Теперь упрощаем задачу. Упрощаем задачу. Продолжаем точно так же смотреть, но при этом левая рука идет к себе, а правая от себя. Ваша задача сохранять фокус. Вы должны хорошо видеть оба пальца. Здесь они уже двоиться не должны. За счет движения все равно глаз будет ловить. При этом у вас должен работать зрачок. Один сужаться, второй расширяться. Внимание все равно прыгает с одного глаза на другой. То есть нет такого, что ты одним вниманием ухватываешься по глазу. Это момент привычки. Потому что нас научили видеть так. как лошадик. Шор. Вот. Сделали. Теперь, задача следующая. Задача следующая. По парам. Вот шаханы. В общем-то, со многими упражнениями вы встречались. И все, и восьмерка. Моя задача смотреть, чтобы Артем не бежал головой. И говорить ему об этом. Его задача сфокусировать внимание на ручке-ручке. При этом я рисую восьмерку горизонтально, постепенно увеличивая ее радиус. Чем больше, тем лучше. Тем образом мы включаем периферийное зрение. То есть все так же работаем назад, включается периферийное зрение. Ну и кроме того, идет переключение внимания левого и правого глаза. Внимание идет. На левый глаз, а на правый. Тогда левый глаз, а на правый глаз. У нас на канале есть видео о том, о том, о том, о том, что там есть восьмерка с любым тонком. Восьмерка с любым тонком, то есть можно полный экран с этим работать самостоятельно. И вот где-то раньше. Покажу еще немного сейчас. Давайте попаем. Есть? То же самое, только восьмерка. Дело в том, что глаза являются прямыми отростками головного мозга. То есть глаза – это продолжение мозга человеческого. Поэтому любые упражнения со зрением, они так или иначе влияют на мозговую активность. Так же, как и любые проблемы со зрением, они для человека являются показателем. То есть человек с дальнозоркостью, он всегда смотрит только вперед. Но при этом не замечает, что у него происходит в жизни в данный момент, в данную секунду. Человек с близорукостью, он где-то закрытый. То есть либо не видит планов. Это уже психосаматика для меня, да? Ну да, да. Так что человек не хочет видеть. Достаточно. Ну что, переходим к тому, как мы сможем, где мы здесь собрались. Переходим к тому, где мы собрались. Переходим к тому, где мы собрались. В процессе, когда я буду показывать ауру, когда все это является аурой, когда мы показываем тела, я буду говорить только первое, второе, третье. Для того, чтобы не забивать вам голову лишними терминами, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы мы с вами сейчас не поссорились, не поздравились, как какое тело называть. Потому что во всякой эзотерической литературе очень часто путают. Одно тело так называют, другое так. Одно и то же тело могут называть по-разному. Личный спор, где эфир, где еще что-то, где астральное, где какое и так далее. Вот. Поэтому я буду говорить только первое, второе, третье. Меня видно нормально. Там тени как-то, там тени не нужны. Очень хорошая. В общем, смотрите. Где-то на расстоянии чуть меньше пальца от меня, вокруг меня будет такая тонкая оболочка. Вокруг меня тонкая оболочка. Ну, это бы контур. Как будто бы обычный контур. Некоторые начинают говорить, а то у меня в глазах двоится. Нет. Только я ее не вижу. Больше всего. Ничего. Заставим видителя. У меня будет к вам просьба. Кто увидел, пожалуйста, поднимите руку. Кто увидел, но сомневается, все равно поднимаем руку. Вот. Объект сторон есть. Теперь смотрите. Смотрим где-то вот сюда, в центре, в угли. При этом периферийным зрением смотрим по бокам. Внимание туда, но смотрите вы сюда. Там точно так же должен быть этот контур. Точно так же должен появляться этот контур. При этом очень важный момент. Я вот сейчас двигаюсь. Он двигается. Я двигаюсь специально. Контур двигается вместе со мной. Он как шлейф, типа за тобой. Медленно, медленно. Медленно. Как дымка вокруг. Нет, дымка этого уже дальше видишь. Ближе к вот этому. Здесь. Это первая, да? Да. Где там палец от меня. Либо с одной стороны, либо с другой стороны. Она должна быть как приклеенная. То есть она должна двигаться вместе со мной просто. Вторая, она дышит вместе с человеком. Поэтому она немножко создает впечатление движения. Цвет у нее есть? Светление воздуха. Белое. Как туман немножко. Серый, серебристый. Белый. В принципе, большинство вещей, да? Звучает именно вот такое вот. Большинство вещей. Ну, в плане вещей, то практически все. Первая оболочка имеет абсолютность. То есть, ну, что бы вы ни посмотрели, все, что проявлено в физическом мире, все имеет первую оболочку. В классической эзотерике первую оболочку можно сравнить с эфирным телом. То есть все, что проявлено в физике, оно все имеет первую оболочку. Вы будете насматривать, у вас будут возникать вопросы. То есть, почему. А вот вторую, это уже послужит. Это мы смотрим дальше. Где-то на расстоянии... Женя, сейчас два или три. Был второй, сейчас третий. Только там, первый-то. Я имею в виду расстояние. Она поняла сегодня. Очень сильно экран бьет в глаза. Я могу его черным сделать. Он очень быстро онлится. Хорошо светишься, да? Вот так. Нормально будет? Не выкидывай. Не выкидывай. Где-то она на расстоянии двух-трех пальцев от меня, либо с этой стороны, либо с этой стороны. Тоже будет такая дымка. Но она немножко отличается. Чем она отличается? Она не такая яркая просто? Она не приклеена какая-то первая. Немножко вот... Размазанная. Такая рассеянная же. Да. Нету четкого контура, как у первой. Размазанная. Да. Нету четкого контура. Она рассеивается как будто. И она как бы и идет от этого контура, от первой. Как будто бы как вот лампочка. Всегда рассеивается. Но это еле-еле. Нету такого прям яркого контура. А вы хотите как мутика? Нет. Я не вижу вообще. Я наоборот ничего не ожидаю даже. Говорю под ящик. Где-то вот на таком расстоянии. Сейчас просто запомните расстояние. Я начинаю двигаться, а она двигается вместе с собой. Световосприятие. 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 Какой цвет? Красный, оранжевый. Нет. Вы бери один. Какой цвет? Красавый. Какой еще? А по-моему морковный. Да. Морковный. Ну ближе к морковному моменту. Или красный. Я не понимаю. Красный. Знаешь, это красная морковка. Вот так. Да. Что морковный желтый значился? Просто может название цветов не знаю. А вот это какой? Желтый. Желтый. Может лимонный? Да. Лимонный. Вот. По-моему он слегка еще и зеленый. Лимонный. Вот. У мужчин с цветовосприятием вообще тяжело. У мужчин существует 6-7 цветов. Ну в зависимости от того, что он говорит. Все. Больше нет. У женщин, но у них чуть побольше. У них там до 30. Вот. У меня когда-то были на курсе девочки художницы. Узнал, что оказывается цветов очень. Ну, но с ним это. Одни и те же самые цвета. У нас потом есть работа в чате. То есть мы потом выкладываем картинки, выкладываем фотографии. Вот. И люди в принципе видят одни и те же цвета, только называют их по-разному. Вот. И начинаются там споры. Зеленый это салатовый или желтый. И так далее. Кроме того, мы воспринимаем только вот такие яркие цвета. А здесь таких ярких цветов не будет. Здесь будет серый с оттенком. Здесь нет цвета. Здесь тона, полутона, оттенки. То есть здесь нет такого яркого цвета. Как вот это. Поэтому наша задача еще поработать с цветовосприятием. Для этого мы делаем следующее. Для этого мы делаем следующее. Нормально есть, да? Как ты знал, что это выглядит? Не чистый аромат. Не я знаю. Так. Возьмем одну картонку с одной стороны. Сбоку. Возьмем либо чистый лист, либо... Ну, тут в принципе папа. Возьмем. Смотрим на нее. Либо боками она не засветится первым. И будет совсем полный первый срок. Либо в течении 30 секунд. То есть мне нужна здесь засветка на сетчатке от вас. Да, фиолетовая такая. После чего вы ее переносите и смотрите. И запоминайте, какой цвет какой дает в обратную. То есть какая будет засветка. Еще такой момент. Если вы куда-то придете учиться, все тому же ясновидение и юниалу, вам дадут то же самое упражнение и скажут, что я вам сейчас покажу вастральный цвет света. Или свет света. В общем, просто так его произойдет. Можете разворачиваться и выходить. Потому что человек либо не понимает, что он говорит, либо он заранее шеволтал. Потому что это обычная засветка на сетчатке. Засветка на сетчатке точно так же присутствует. И мне надо, чтобы вы умели различать. Чтобы вы не путали засветку на сетчатке с тем, что есть на самом деле. Потому что, особенно первое время, иногда люди путают. Так, цветов у нас достаточно. Единственное, что, если кому-то попадется черный, то черным не пользуются. Да, цвета можно забирать. Смотрите, после чего переносите. Здесь будет либо пятно, либо прямоугольник. Но он будет другого цвета. Мы сюда переносим. Вы просто смотрите сюда, потом переносите. Здесь будет засветка. Обычная засветка. У меня вообще постоянно лошусь. То есть, постоянная сетчатка не с фонарш. Светлоглазок. Чувствительное зрение. Глаза более чувствительные. Внутри четыре цвета. Посмотрели? Да. Смотрим на два-три пальца от меня. Дымка, которая двигается вместе со мной. Она не должна запаздывать и не должна бежать вперед. Единственное, что она еще может дышать слегка. Если я остановлюсь, она будет чуть-чуть увеличиваться, уменьшаться. Увеличиваться, уменьшаться. Кто видит? Поглядите. Семь, восемь и двенадцать. Он здесь не четкий. Здесь размытое такое. И оно заполнено. То есть, если здесь именно этот контур, то здесь как свечение. То есть, не ищите там контур. Здесь именно как свечение. Дымка. Тут и двеночек получается. Да. Да? Нет. Я сейчас не говорю, поэтому не будет больше. Я рубаху не просто так одел, а где-то уже запрессоваться. Рубаха Купайская. То есть, она уже наездилась на многие интересные места. Ну, и со мной уже давно. Поэтому, она немножко может либо усилить, либо... Ну, мне сейчас скажут. Возможно, что-то поменяется. Смотрим первым. Смотрим первым. Смотрим первым. Да? Нет. Ты куда? guarante� 설명? Нет. Окей�. Такая же! 0 или этой? Нет... Смотрим вторым. Где-то на трёх пальца, нет? Да. А ей-ка там есть. Ну, кому удобно здесь, то все можно здесь. Нет? Вот. Вторая такая же? Контраст наиболее Чего? Контраст наиболее Вопрос. Вторую все увидели? Есть вторая? Появилась и пропала? Более часто появляется Хорошо Отлично Смотрим первую оболочку на куртке Есть примерно Почти сантиметр Нет, гораздо меньше Немного меньше Ну, я еще и Вот полсантиметра еще куда может Пять миллиметров А вторая? Или это вторая даже Это вторая наверное Где-то в пределах чуть меньше сантиметра Какого цвета? Белый У меня воздух Свет семеноватый Каким-то желтоватым Желтоватый Желтый Желто-зеленый Зеленый У нас нет Пока нет Еще страшно Включим Здесь все белое Белый Это тоже цвет Многие начинают говорить Я ничего не вижу Хорошо Что ты не видишь? Вот тут все белое Белый То же самое Есть? Поделай Поделай Смотрим первую, вторую Поменялся? Что я поменялся? Что еще? Больше что? Больше Хотя, казалось бы, та же самая култка Но в ней уже есть человек, есть уже хозяин Кроме того, наша одежда Это наша вторая кожа Поэтому Ваша энергетика Будет Передаваться вашей одежде Поэтому Одеждой нельзя меняться Поэтому нежелательно брать чужую одежду Поэтому это уже элементы симпатической такой народной магии Тогда для того, чтобы уничтожить противника Нужно иметь часть его одежды Ну, в идеале, конечно Это как киостаточное излучение Какие-то Ну, можно и так Можно и так Но только это излучение еще имеет обратную связь То есть, если я возьму его куртку И проделываю определенные манипуляции Я могу его либо вылечить от чего-то Либо, наоборот, гроб загнать Ну, это уже как Народная магия Я не буду брать вопрос Пробежать Я возьму, да То есть, то же самое Если тебе дадут чью-то вещь То же самое, если тебе дадут чью-то вещь И я ее поношу С помощью ее не поношу Вот Тут, чтобы вы не задали вопрос Обычно люди задают вопрос Из-за того, почему видно Сквозь одежду Вот То есть, одежда приобретает свойство человека Поэтому, к примеру Одежда взятая в секундхенде И Не почищенная После этого Можно рискнуть и Получить одежду Как это называется С холодной ноги То есть, одежду, когда, к примеру Раздевают покойника В... Как я ее называю? Там, где сжигают С крематория Когда в крематории покойника раздевают Одежду упаковывают и в секундхенд Делают добродело Одежда до этого, там, несколько суток На этом покойнике была Особенно, если человек умер От чего-то не очень хорошего Потом, вся партия, весь этот баул Будет иметь Энергетику вот этого Вот Ну, вопрос, как почистить Как почистить? Ну, это уже к элементам Народной магии В общем-то, раньше это все было В рамках культуры Раньше женщины стирали руками Когда женщина стирала руками Она еще при этом пела Когда она стирала руками Она пела И она взаимодействовала со стихиями То есть, она одежду замачивала Она взаимодействовала с водой Она для этого использовала щелочь Либо еще что-нибудь Она взаимодействовала с земной Потом она вывешивала это все На улицу Сохнуть Взаимодействие с воздухом Ну, и в конечном счете Это все еще и гладилось Взаимодействие с огнем Вот Сейчас стирка Стирают, во-первых, машину Машины не поют Никаких образов туда не закладывают Ну, и кроме того Сейчас многие хозяйки И даже Им даже вводят дверь То есть, она постирала Машинка сама просушила В лучшем случае Просушилась дверь Потом батарей Вот и Все Этого достаточно Вот Как почистить? Ну, это уже К элементам народной магии То есть, это одно из самых простых Вещей Поехали дальше Поехали дальше Смотрите на артеме Первую Вторую Отолочку Либо первую Либо вторую Уже без разницы А лучше вторую А там заловы? Угу Заловы, да что ли? Ничего себе Вторая есть? Угу Пожалуйста, когда увидите Поднимайте руку Теперь смотрите Возможно что-то будет меняться Теперь смотрите Возможно что-то будет меняться И вот вторая И вот вторая И вот вторая Там С той стороны Угу И вот вторая С той стороны Она перемещается Убегает Увеличивается Нет как будто Более интенсивный Желтый Цвет Все видят? Что она меняется? Я просто вижу что есть Она меняется А? А что есть? Да Не должен быть За счет чего Она меняется? За счет Слияния двух Наверное То есть Смотрите между нами Между нами В идеале Конечно вторую Оболочку И у меня И у него Увидите Либо хотя бы Между нами Кто видит Поднимает руки То будет проще Руки Вы поднимаете Для себя Не для себя Для своего мозга Чтобы он Сказал Хорошо мы это знаем Так и быть Идем дальше Не прилипает Не прилипает Не прилипает То не сливается То наоборот Как вода Как диакапа Там Наоборот Они отталкиваются Это защитная реакция Любого человека Утончается Потом они опять пытаются Сойтись Потом обратно Что Два Контр И Две Веда пересекаются Ну Здесь Влога Там Либо Вообще К склашиным Кажется Блин Блин Без свинный цвет Я его запугал Присаживайся Иди сюда Смотрите между нами. Ручка, ножка. Между плечами там открытые. Один тонн. Как будто у тебя больше, а у тебя меньше. Да, и там тоже было у тебя больше, а у тебя меньше. По-само-само. Все тут актуальные улицы, конечно. Но оно как-то единственное, я не знаю. Это хорошо, но здесь мы смотрим. Я не вижу разъединения. Что ты думал-то? Сейчас, может, длиннее. А оно сразу будет тянуться. Что же называется муж и жена одна сатана? За счет чего женщина может усиливать мужчину? Просто за счет того, что оно у него где-то есть. Не где-то, а где-то рядом. Не обязательно. Просто где-то есть в пространстве. Не уйдет энергия на вас. Как показывает в фильмах такая. Понимаете, это у вас. Кто еще есть? А мне. Штрункин. Чем дальше, тем будут ими тоньше, естественно. Ага. Что я знаю? Поближе было виднее. Да? Поближе было виднее. Поэтому поближе было виднее. А вообще, вот это вот, таким образом еще образовываются привязки. Если постоянное общение, если есть какие-то отношения друг к другу у людей. Независимо от того, как вы относитесь. Положительно, отрицательно. Образовываются вот эти вот привязки. Которые потом всякие маги, экстрасенсы за большие линии, обрезают. Это называется отворот? Нет, отворот это на приворот. Именно обрезка привязок. Привязки могут быть и негативными. А обрезок мало, надо скормить водой. То есть, посторонний человек может заставить эту связь оборваться. Именно не то, как он сам повлиял, а, допустим, на колдова. Можно. Ну, можно назвать это на колдова. Можно. Мы можем повлиять на могилище. Мы можем повлиять на могилище. Давай, наверное, по-трое. Нам сейчас понадобится три стаканчика воды. Из-под одного этого. Где-то вот, ну, до половины. Так, чтобы они одинаковые. Ты сам три принесешь? Да. Ты сам три принесешь? Ты сам три принесешь? Да. А будем прививать? Спасибо. Спасибо. Дело в том, что мы своим настроением, мы способны менять и влиять. Мы постоянно меняем и влияем. То есть, вы видели, как мы туда толкались. Как мы можем давить друг на друга. Теперь представьте себе, когда где-нибудь в общественном транспорте в рабочую перевозку люди едут. Когда там трамвай, автобус, вывод метро, набит, как сидят. Ну, здесь особо такого нет, наверное. Я не видела. Есть. Есть еще как. И от этого начинаются драки, скоки, кто-то кому-то чего-то. Если кто-то один заходит с негативным отношением. Во-первых, вокруг него начинает образовываться. Какая бы плотность ни была, вокруг него начинает освобождаться пространство. То есть, люди от него начинают расходить. В общем-то, до уровня квартир и домов. Можно встать, подойти поближе. Смотрите, первая оболочка. Задача увидеть первую оболочку. Я хочу добавить, что около близорукости видится по-другому. Нужно смотреть без очков. Да, желательно без очков. И вы не будете видеть три миллиметра, вы будете видеть больше. Потому что при близорукости расплываются. Не старайтесь смотреть близко, а наоборот, немножко дальше. Это два-три миллиметра есть? Серенькая. Серенькая, да. Как бы темно-серенькая, да? Темно-серенькая. 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 Ну что-то было, да. Кто-то нес стакан, неправильно. Белой рукой брал. По часовой стрелу. Есть, да? А вот теперь задача следующая. Где-то по одному стакану на три человека. По одному стакану на три человека. Между собой договоритесь насчет эмоций. Можете анекдот рассказать. Желательно, чтобы вы настроились на одну волну. Ну и по очереди подержали этот стакан. По очереди подержали этот стакан. Мне просто главное, чтобы он поменял цвет. Мы уже много раз это экспериментировали. Все равно не получается заложить эмоцию на первом курсе. Нужную. Поэтому хотя бы, чтобы он поменял цвет. Мы просто с эмоцией подержать стакан. С любой. При этом испытывались. По одному на три человека. Раз. Разница между ними есть? Да. Да. В цесе разница? Да, да. Если нет, то нет. Первый стакан темнее. Первый стакан темнее. Да. Второй такой белый. И прикинь, что тут как розовый. Да. А ранний такой красный. Да. А посередине. Потому что мы любой вкладывали. Посередине. Желтый. Белый. А справа такой более самый серый. Да. Сергей, как снег более похожий. Ну, грязный снег, я скажу. Ну, нечистый. Вот такие дела. Да. Да, да. Вот такой. А если... Подождите. А если вот так поменять? Нет. Вот этот розовый. Переставить вот сюда. Оно розовое? Оно розовое, да. Мне главное, чтобы вы увидели отличия. Чтобы вы увидели отличия на то, как было, и после того как стало. Во-первых, во-вторых, на то, что они хотя бы чем-то отличается. Не ждите, что оно будет прямо. Там будет любовь сочется. Будет чувство юмора. Видите. А если убрать, то можно. Это что-то для вас? Да даже синие цветовая гамма появляется. Ну, ты только что белая вода немножко... Подавляет? Ну, не подавляло. Ты к минералам на таком отношении не имеешь, к камену. То есть камень, он уже имеет свой определенный настрой. Ты на него воздействовать не можешь. Ты можешь его использовать для усиления или для ослабления. Но именно что-то заложить в минерал не может. Те, которые натурально выращены, те, которые натуральные камни, они уже имеют какие-то свойства, характеристики, качества, которые вы можете использовать для себя. Поэтому при изготовлении оберегов использовались натуральные материалы. Но использовалось что? Использовалась глина, использовалось дерево. Металл в меньшей степени. Он тоже использовался. Если человек хороший кузнец, он может и в металл заложить. Здесь очень просто. Вы берете оберег и вы смотрите на нём вторую облазочку. Если оберег светится, если он светится в цвете, значит он рабочий. Ну и там уже по цвету определяете, какую его направленность. Если он как вот стаканы изначально, то есть просто прозрачный и всё, то он пустой. Это просто и здесь. В нём ничего нет. То есть в нём нет никакого настроения, в нём нет никакой эмоций. В нём не устроено. В нём нет никакой эмоций. В нём нет никакой эмоций. Давайте запишем. В нём не устроено. Субтитры создавал DimaTorzok